всем доброго вечера дорогие мои ну вот еще один день прошел время уже 10 час ну спасибо за комментарий за утренний ролик вот ну я написал я рассказал то что сам чувствую свое мнение потому как сейчас вот обстоят дела и по ванны же и по всем остальным вот этим ну конечно тут же же комментарии проскользнула это самое что подправа продолжали бензина всего остального да ну даже сегодня уже были вот этих соцсетях что турецких соцсетях что даже аренда арендатель арендодателя короче стамбуле с ним разобрался мне вот вдруг весен живет тоже год там такая же да сейчас происходит грязня началась часть между вот этими людьми много роликов сейчас сегодня вот мне вдруг отправились мерсина что сейчас лазейка для арендодателей чтобы избежать вот 25 процентный как раз порог увеличение стоимости аренды да но сейчас на это не смотрят сейчас на сто процентов на двести процентов увеличивает сейчас понимаете вот сегодня моими знакомыми друзьями стариками разговаривал ну как старики 60 70 лет их не мнение одно что это все было ожидаемо это все было ожидаемо и тут даже честно говоря даже ми мигрантах особо так то дело а в том что недавно вот буквально вот мы пережили здесь катастрофическое землетрясение последствий землетрясения они еще нет самым сотни тысяч домов разрушена 50 тысяч человек погибших это большая это очень такая поэтому последствия еще мне кажется долго надо будет устранять дома надо строить для этого нужны деньги и немалые деньги извините обычно все это ложится даже вот так какие трудности вот так и не были все равно как и так или иначе на плечи граждан граждан это и ценообразование это и налоги это все остальное потому деньги откуда-то надо взять но это огромная сумма это огромная сумма нанесенный ущерб разрушены дома строить бесплатно никто не будет материалы деньги стоит работать деньги стоит поэтому вот сегодня было сосказано опять же соцсетях тоже что уже власть истамбула уже людей готовят уже что возможно даже истамбуле будет разрушительное может быть землетрясение про это говорят же давно и ученые все не дай бог не дай бог пожары тоже сейчас начались вот два самолета россия отправила хотя в россии тоже пожаре по полной я понимаю ваши даже возмущение вот комментариев что и там горит а почему ну видите как там наверхах решает все мы тут как говорится извините ни на что повлиять не сможем это и политика и все остальное все вместе который нам не видимо но конечно и прошлом году по моему когда пожар был один наш самолет разбился вместе с экипажем погибли люди в этом году два самолета отправлено бе-200 это еще самолета советской разработки выдающий с авиаконструктором бери его это можно сказать вот этот самолет действительно аналогов нет который забирает воду прямо спускаясь к любому водоему вот 40 тонн воды и сбрасывает это все вот поэтому его использовали греции других этих даже в африканских странах россия отправляет вот этой самолеты постоянно это в рамках как бы скажем так взаимной помощи надо конечно всегда руку дружбу протянуть очень много возмущительного таких это иногда бывает так даже удаляю разного рода комментарии которые политического характера дата который я уже говорил вам что я политику задевать не хочу про войну всякая один раз сказал и это по моему достаточно любые войны можно закончить за один день и секрет очень простой тех кто кого на войну посылает и их детей первую очередь как было при царской времени до лейб-гвардии императорского это самое да усарские эти вперед сказать с этой стороны наш следующий день войны не будет понимаете детей прежде всего детей этих же людей вот сыновей дочерей разницы нет детей вот ну это конечно мы не можем сделать поэтому этот приемчик отпадает сам по себе поэтому эту сторону слушаешь тоже вроде правда все нормально эта сторона тоже вроде сейчас люди мы вообще стали пленниками понимаете вообще пропагандистского вот этого напора мирового мирового значения сейчас даже холодильник откроешь оттуда готов уже наверное что такое сказать даже холодильник будет кричать оттуда что такое это вот и это сторону послушаешь вроде тоже это сторону послушаешь тоже вот но я хочу сразу сказать что из-за этого ругаться особенно соцсетях ругаться сепляться друг другом не стоит у нас говорят и такая поговорка есть и дерись говорит но оставляй место для примирения примаете уж я рашмала я рвой вот поэтому сейчас мир такой стал понимаете миша такой стал как старые времена говорили что два ишака гадли гаются между ними гад конь гад погибает который ни при чем также и народ понимаете народ страдает не важно это какой народ не важно какой стране все страдают это конечно очень печально то же самое вот много мне вопросов задают разного характера но про наше будущее что с нами вообще будет вот я вот лично думаю так лично это мое мнение мы все рано или поздно старости лет вернемся туда откуда пришли я так думаю вот лично мое мнение мне так кажется но те которые приехали с детьми дети уже которые получили жили прожили выросли другом обществе они откуда мы пришли хотя это тоже их родина они там они не смогут там адаптироваться для них будет это очень трудно это считаете чужой это иногда даже думаю так даже мне бывает так фантастически это что когда-нибудь вернемся думается в наших городах будет сидеть мир города например какой-то китаец глава полиции какой-то китаец но это уже будет не просто так китаец а того с китайца сын который из первой как волны как говорят живу но тот который приехали осень вырос получил наше самообразование все все вот я вот так думаю вот я думаю блин чужие вот будешь смотреть и там чужие там чужие люди вот я вот у своей исторической родины уже не был двадцать три с половиной года это огромный срок за это время человек рождается женится еще и ребенка успевает рожать это целый это самое и вот я хочу сказать тут я например когда приеду я там буду уже можно сказать чужой человек я там буду среди вроде бы среди своих то вроде приехал на свою историческую родину но чужой почему мы все поразъехались везде у у тех которых мы будем хотели бы спросить их тоже не будет их тоже не будет они будут лежать в аллеях почетных захоронений красивыми мраморным оваяниями а наши родители наши это все там таких простеньких кладбищах под простенькими плитами оградами вот заросным бурьяном печальный конечно я вот представляю надо да сижу да думаю блин елки-палки вот до чего вот вот поэтому говорят же да нельзя ничего говорит никогда нельзя ничего говорить никогда мой отец когда-то когда строил дом я его единственный сын он думал что у него там будет много-много внуков и там будет такая это а там же живут квартира сестры не могли между собой делить администрация поселка отдала его сам потому что мое согласие надо а я сказал продавать не надо не будем это отцовский дом старшая сестра пожалуйста идите живите потому что ты живешь маленькой такому на с тремя сыновья внуками младший сказал а зачем она почему она и вот такая грызня началась я говорю да не надо ничего игру администрации несколько гору пускай квартира там живут и все все там квартира совершенно чужие люди живут у меня но со стамбула мой земляк он он у него гражданство там что наши он полетел приехал туда мне фотография отправил дома ягод зашел говорит ягод там говорят чужие люди совсем семья горнука хорош семья я сказал готов знать что сын этого дома вот этот хозяин живет сейчас турция не скальгат вроде бы он россии жил ну как когда придет вы освободите они сказали как но есть администрация скажет освободим но ягод посмотрел га все горт уже там самое говорит уже а он помнит мы же постоянно дружили он год уже это говорит лавочек нет который твой отец горделом так и заборчиков нет вот это вот дорога сделана под виноградником ничего уже год нету но видимо зитя старались когда родителей не стало рассказывал сосед говорит твой зитя горд на улице друг другом гордрались говорит делили гордок ковер то еще чего-то готов чего-то это самое поэтому раньше если у кого-то спрашивали у тебя враги есть он горднет нужили год ягод и зитей нету и двоюродных братьев поэтому нас даже детей у нас между нами шутка называет немец недолюбливать детей короче я не знаю почему он бывает конечно хорошие зитя которые самое все нормально да ну так бывает это самое вот когда сестры мои замуж уходили все по демократичному отец у меня был очень такой конкретный человек отец говорил ты значит только за него выйдешь до до горки мы друг друга это самое тогда год тебе такое условие когда отсюда горд выйдешь замуж чтобы домой горд не вернулась ребенком на рука туда за ягод не потерплю чтобы кто-то горд сказал год у того-то дочка разведенка короче вот эти отца мне год этого позора не надо и этом парни тоже на меня показал запомнили толка горд твои кости вот больше ничего и зитям тоже говорю забрал смотри никаких потом это поэтому они все вот любовь 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 не всегда любовь от говорят одно любовь и сыт не будешь но когда я же гор молодые там что угодно так вот тоже отец тоже думал что у меня там будет там детей много вот все нормально дом родовой все построено конкретно все это все свои силы вложил туда ну теперь жутку от иранта поэтому я же говорю большинство из нас даже ведать не видали что и неважность из какой мы стране в россии туркмении других стран что уезжать будем куда-то куда-то уедем чужие страны чужом языку чужом менталитета провоката мы никто из нас не знал этого но вот так вот получилось вот так оказывается в этой жизни все бывает все бывает в этой жизни поэтому не надо никогда говорит никогда вот сейчас вот видите как вот такой вот обстановка ужесточение правил потому что у каждой страны каждая страна сейчас своих бы прокормить время такое настало сейчас своих бы прокормить не до чужих турист это человек который проносящий деньги а кто-то который получил в нсж живет он же становится таким же почти гражданином единственное без права работы без права голосовать также он магазин вот так же он это но он же никак турист он же не по не выплачивает вот такие огромные деньги за сувениры за теле за туры за все такое он же не приносит день поэтому это уже не выгодно свои бы прокормить сейчас и это надо понимать вот поэтому я сегодня вот прочитал вот соцсетях это сейчас инфраструктура многие страны сейчас у себя начал делать у себя начал делать туристическую инфраструктуру потому что это высокодоходный бизнес люди всегда даже на последние деньги приезжают отдыхать это высокодоходный бизнес даже кредиты лезут кредиты лезут вообще дела короче но сейчас видите как или альтернатива вот сейчас ольга вот казахстана вот она в дубаях отдыхает я вам выставил вам ролики вот потом она увидим не сделает отправить я вам покажу ее как где она снимала там все это но как хорошо все нормально но жарко хорошо там вот сейчас люди уже другие альтернативный вариант тоже ищу альтернативу кто-то вьетнам выбирает вот у меня вот в фейсбуке друзья которые сейчас в вьетнаме отдыхают тоже неплохо говорит вот кто-то отдыхает в египте кто-то какие-то экзотические другие страны ну ужесточение если будут также слишком такие конечно люди уже не будут целенаправленно покупать квартиры не будут а будут приезжать отдыхать но чтобы ценовом варианте люди будут искать где дешевле где дешевле где сервис я думаю что все равно турция будет оптимальным вариантом по дешевизне я думаю вот я мое мнение лично ну конечно же туристические это сейчас взвинтили цены на самолет на все такое но все равно я думаю что турция будет все равно лидирующее место брать но уже и другие страны которые люди уже тоже полетают где безвизовая безвизовая или виза при въезде так что альтернативные варианты люди найдут но фактом что турбизнес является высокодоходным доходной отраслью в экономике стран это вот турция доказала это и вот на примере турции можно развивать у себя в странах а чё казахстан нет хороших миллион грузии нет супер россии нет супер везде и сочи краснодарск даже сибири даже сибирь есть такие грязелечебные вот это чашим токуру чашим токомской области вообще обалдеть о алтайский край вот очень много развивать надо себя развивать и все будет нормально и деньги будут собите тоже самое казахстан тоже самое киргизия сыкуль да вообще не что я уже не говорю свою историческую родину но туда сейчас видите как попадать очень трудно вот там бы сказали сделали вот так туристический бизнес вот открытом отели шикарно очень много очень много построена на берегу каспийского дагестан вот у меня мой друг дагестана вот сейчас здесь живет здесь квартиру купила она она сейчас работает монога вчера мне отправляла вот из махачкалы вот это самое видео там туристический сектор тоже сейчас наш развиваться начал развиваться поэтому так что потенциал большой только его надо реализовать реализовать и тогда денежки останутся в экономике страны я же говорю везде да и в казахстане также о там вообще такие места есть обалденные обалденные места вот узбекистан это вообще там они чайха ничего стоит там идешь короче лепешки это вот и сам сатана на тандыре а вообще там просто по улицам идешь от запаха наедаешься еды и самса и плов и манты все там варится тебя так и добродушно идешь сам грани дорого лепешки такие кунжутом так и горяченький чай зеленый вообще на топчанах сидишь кайфуешь кушаешь там чайком пивая вообще на так что я же говорю люди найдут альтернативный вариант все равно и придется здесь уже снижать цену вот ну конечно авиабилеты все такое все равно останется дорогим но вот само проживание будь дешевым для туриста не так дорогой этого отеля конкуренция начнется понимаете вот турция турция вот я бы сказал даже локомотивом вот именно туристической индустрии и доказала что и туристическая индустрия туристический вот это потенциал страны есть его правильно реализовать это огромные деньги это больше чем от нефти от газа от всего миллиард долларов может заработать вот так вот поэтому я же говорю турции нужны туристы и чем больше тем лучше вот но правильно вот мои подписчицы пишут что приехал отдохнул уехал все это не значит что приехал остался годами по туристик визе а так условия вот это 75000 но сейчас же вообще сама какой-то волатильности лиры но если вот вы написали моя подписчица там написала как это закон если чем трех месяцев действует если так тогда хорошо а так вот сегодня купил за 75 тыс завтра уже 65 тоже не пойдет какой-то недоработка есть в правильных комментариях написал недоработка и должно быть момент покупки зафиксированы это самое но видите как момент покупки одно а в момент подачи на вы ножи другое время вот если это было бы одновременно вот например только человек это самое автоматом документы пошли миграционную службу на подачу вот тогда нормально именно по реальной вот этой реальном времени вот человек купил так оформил 75 тыс хорошо информация информация должна идти да все уже на оформлении вот потому что вот пока получит человек под топу пока человек пропишется пока человек ну пусть пойдет регистрируется в мухтарлик это уже время уйдет после получения топу очень много только прописаться уйдет только времени беготня но пусть даже вы скажем недель за неделю все еще отменяются а большой сумме 75 тыс это огромный это извините если хотя бы даже на 2 лиры даже надо на 2 куруша даже до копейки поменяется в сторону повышение дает самое курса ли рубля лео доллар да ну то человек уже опять доплатить должен тоже наверное я думаю что какой нибудь решение наверное я думаю найдут найдут но опять же видите как чтобы купить или же самое опять же работа сейчас даже из очень много людей в интернете даже смотришь фейсбук мне смешно становится люди ищут работу ищут работу нет работы для своих даже нет работы искать работу сейчас здесь нелегально работа и порт поэтому должны будут у людей или откуда-то пассивный доход или же как это сбережение кроме так 75 тысячами какой-нибудь банки под процент это под хорошие проценты тогда да вот у меня подписчица хочет также здесь купить и деньги положить под проценты это вот такой нормальный оптимальный вариант и ты не паришься уже искать работу какую-то какие-то нелегальные это ударяться короче это во все тяжкие тебя ничего не колышет каждые три месяца идешь получаешь свои проценты живешь спокойно не нарушай никаких за вот это самый такой оптимальный вариант самый хороший или же пассивный доход пассивный доход вот такие дела так что турция превращается страну где туристам будут рады это сто процентов потому что туристы это несущие золотые яйца а вот по внж останется конечно студенческое потопу по инвестициям и по рабочей визе вот это четыре останется вот такие вот дела ребята лично мое мнение много вопросов задают я вот в этом в этом своем ролике старался задеть каждого вопроса по чуть-чуть отвечал чтобы каждому не сидеть или колоссовое сообщение отправлять вот или же смс отправлять 50 сидеть поживем увидим что будет поживем увидим но я хочу сказать многие спрашивают ну когда вот эта заваруха закончится я и раньше говорю это надолго ребята это не только я говорю это говорят еще и главы государства это надолго поэтому а вот сегодня и сам завтра закончится нет мне кажется надолго и как мой отец говорил не сама война страшно а а после военщина и он говорил что когда после военщина это сироты вдовы коллеги это самое-самое страшное это самое-самое не дай бог не дай бог не дай бог люди должны хорошо жить я вообще против всех вот таких это я человек такой что любым это договариваться поговорить как-то это но это не все от нас зависит понимаете не все от нас зависит мы сами не знаем что там наверхах творят что они там это самое мы не знаем ничего вот такие дела всех вам благ и доброй ночи пока